Если окружение тебя не понимает, а ты не понимаешь своё окружение, если ваши интересы и ценности в какой-то момент разошлись, это повод что-то изменить. Приветствую тебя, дорогой друг! На связи с тобой Ольга Барбанова. И я, как всегда, хочу тебя поддержать. Я хочу поделиться своим опытом. И в этом выпуске это будет как раз вопрос взаимоотношения со своим окружением. Это вопрос определённых страхов. Это вопрос определённой боли. Но если мы хотим действительно найти решение, нам с тобой через это нужно пройти. Некоторые вопросы я уже, конечно же, прошла. С некоторыми я повторно сталкиваюсь. И уже на основе своего опыта некоторые моменты прохожу быстрее. И сегодня я хочу помочь тебе в этом вопросе. Итак, так случается, что наше окружение иногда перестаёт нас понимать. Перестаёт принимать, перестаёт поддерживать. Но бывает и наоборот, когда мы перестаём понимать наше окружение. Потому что в какой-то момент, возможно, ты пошёл на развитие. Возможно, у тебя изменились ценности. Возможно, они не изменились, а появились какие-то новые ценности. И появились свои приоритеты, которые непонятны на данный момент твоему окружению. И что в этот момент делать? Первое. Не особо приятное. Что нужно сделать? Это понять. Это принять. Не их. А нужно понять и принять, что единственный человек, которого ты можешь изменить, это кто? Это твой ребёнок? Или это твой родитель? Или это твой муж, жена? Или начальник? Или наоборот, человек, руководителем которого ты являешься? Нет. Ты не можешь и не имеешь права, и не имеешь возможности менять никого из людей в своём окружении. Единственный человек, которого ты можешь изменить, это ты. И это такой камень преткновения, о которой мы спотыкаемся, ну, лично я ещё, наверное, с времён первой влюблённости. Когда ты думаешь, что вот, ну что ж тут непонятного? Ну вот-вот он изменится. Ну вот-вот. Вот сейчас я объясню, и всё. И завтра мы поженимся. Или и завтра мы миллионеры. Или ну почему он этого не понимает? Не можешь ты изменить другого человека. Каждый человек может сам изменить себя, в тот момент, когда он чувствует, что душа требует перемен. Только так. Поэтому всё, что нужно сделать, это понять, что ты в первую очередь можешь изменить только самого себя. А как же быть с ним? Как же быть с человеком, который тебя не понимает, ты не понимаешь, и у вас постоянные какие-то разногласия, либо это может быть группа людей, в которой ты со временем стал чувствовать, что тебе там не место, либо им всем надо поменяться. Что же нужно сделать? Им нужно сказать. Ему нужно сказать, но не с укором, не с претензией, а просто поделиться своими чувствами, своими ощущениями. Например, представь, что ты едешь в троллейбусе, и кто-то наступил тебе на ногу. Что в этот момент ты сделаешь? Вот представь сейчас реальная ситуация. Ты едешь в трамвай, едешь в троллейбусе, толпа людей, кто-то наступил тебе на ногу. И ты что? Возможно, ты сам попробуешь достать ногу. Ну, человек, ну, просто огромный стал, еще сверху чемодан поставил. Что ты будешь делать? Наверняка ты скажешь человеку, что его чемодан стоит на твоей ноге. Наверняка ты сделаешь так. Ну, я бы так сделала. И эту технологию, я такую вот сложнейшую технологию общения с людьми, я применяю, конечно же, в жизни. Я просто говорю человеку, дорогой, любимый человек, ты сейчас стоишь на моей ноге, и это причиняет мне определенную боль. Не мог бы ты так больше не делать? И дальше вы смотрите на реакцию человека. Либо он идет на контакт, либо не идет. Либо он соглашается, а дальше продолжает делать то же самое. И на основе этого, на основе уже действий его, после того, как ты ему сообщил о своих чувствах, ты уже будешь думать, что делать? Опять верить, что он изменится? Или все-таки ты берешь жизнь в свои руки и начинаешь ее изменять? В определенный момент у меня произошло, в жизни сложились так обстоятельства, что когда мне говорили, пойдем, там уже все наши. И в этот момент я понимала, что мне туда точно не надо. потому что я понимала, что все наши — это люди, с которыми я провела очень много времени, это люди, с которыми, ну, у нас было очень много чего-то общего, но в определенный момент я поняла, что ценности всех наших и меня, они отличаются. И, соответственно, я понимала, что мне туда больше не надо. Например, у меня есть, я просто буду рассказывать примеры, а ты будешь понимать, как это может быть тебе полезно в твоей жизни, в твоей сложившейся ситуации. Например, у меня есть один из принципов, который я в последние несколько лет очень так вот выкристаллизовала. это я не впускаю в окружение людей, даже если они туда случайно попадают, они быстро вылетают, которые любят приврать, которые позволяют тебе приврать. Даже это может быть ложь абсолютно невселенского масштаба. Например, за окном светит солнце, а человек мне говорит, что идет дождь, а я в это время нахожусь у него под окном и вижу настоящую погоду. Я понимаю, что это не такая уж большая ложь, но я понимаю, что этот человек способен приврать и, возможно, в жизненно важной для меня ситуации он опять же позволит себе мне соврать. Все, что я делаю, я человека прошу так больше не делать. И дальше я смотрю, если второй, третий раз он продолжает делать то же самое, то я просто сокращаю время, которое я общаюсь с этим человеком. И это время сокращается, сокращается, в определенный момент оно сводится к минимуму и к нулю. То есть этот человек просто мы перестаем общаться. Мне от этого неплохо, мне от этого хорошо, потому что я знаю, что мое окружение осталось без одного вруна, например. Точно так же у тебя могут быть определенные ценности, которые для тебя ценнее, чем просто определенное количество людей в окружении. Ну вот как ты думаешь, что ценнее? Быть вместе с одним человеком, пусть он будет всего один, с которым у тебя абсолютно искренние отношения, ты ему 100% доверяешь, или быть в окружении тысячи людей, которым ты не можешь на 100% доверять. Ну их просто тысяча. Ты в любой момент, у тебя есть с кем пообщаться, но ты ни с кем из них не можешь быть искренним. Ты не можешь с ними отправиться в поход, потому что ты не доверяешь, ты не знаешь, что может произойти. А вдруг он тебе где-то соврет, а вдруг приврет, а вдруг предательство. Наверняка ты согласишься. Именно поэтому я за то, чтобы избирательно относиться к людям, которые находятся в нашем окружении. И вот когда наступает этот момент, когда ты понимаешь, что ценности твои и твоего окружения немножко разные. Может быть одного человека, может быть у тебя такой вопрос относительно группы людей, может быть большого количества людей. И что в этот момент мы чувствуем? Скорее всего это боль. Потому что когда происходит общение с людьми, у которых разные ценности, ты не приемлешь предательство, а для человека, с которым ты общаешься, для него это в порядке вещей. То, что для тебя пойти по совести, для него это непонятно. Он ищет только стопроцентную выгоду для себя и он может пойти по головам. Я привожу абсолютно разные примеры, чтобы понять, что такое разные ценности. И вот когда ты находишься в окружении с людьми, с которыми у вас разные ценности, в этот момент ты испытываешь неприятие и боль. А когда ты это понимаешь, у тебя есть выбор остаться в этой боли либо пойти в другую боль и отключиться от этого окружения. И то, и то больно. Но если ты остаешься с теми людьми, с которыми тебе неприятно, ты остаешься в ежедневной головной боли. Если ты принимаешь решение пообщаться с человеком искренне, сообщить ему о своих ценностях и посмотреть, хочет он быть с тобой на одной волне либо нет, это считай, что ты пошел к врачу и заявил о том, что у тебя есть определенная проблема, чтобы врач поставил тебе диагноз. И в этот момент ты смотришь, если человек с тобой не резонирует и не хочет идти дальше, то в этот момент можно воспринять, что доктор тебе сказал, что пора тебе этот зубик удалить и твоей боли больше не будет. И этот момент, он очень болезненный, потому что в этот момент у нас наступает страх. Как это я останусь без зуба? Мне же нечем будет сживать. Интересно, у меня аналогия родилась? Но на самом деле это так. Этот зуб нужно вырвать и в этот страх нужно пойти. Это страх остаться самому. Я сама этот страх переживала и я думала, как же я останусь без этих людей? Мы же столько времени с ними вместе. Это же такая инвестиция времени. Я же столько времени вложила в общение. Мы столько времени вместе провели с определенным человеком либо с командой, бизнес-партнерами. Но ты понимаешь, что ценности в определенный момент они разные. И дальше двигаться ты на этом фундаменте не можешь. И когда у тебя возникает такой страх, я могу сказать, что святое место пусто не бывает. Как вы думаете, среди миллиардов людей в мире есть хотя бы один с такими же ценностями, как у тебя? Вот как ты думаешь? Могу тебе сказать, что есть как минимум один такой человек. Я не буду тебе говорить, что есть огромное количество людей, хотя когда ты зайдешь в интернет, ты увидишь, что по тем интересам, которые интересны тебе, есть огромное количество людей. Но допустим мысль, что это будет хотя бы один человек. И мы вернемся назад. Ты хочешь быть в окружении одного человека, с которыми у вас 100% искренние доверительные отношения, или быть в окружении тысячи людей, с которыми ты доверяешь на 50%. И вот, когда проходит вот этот этап, который самый болевой и самое страшное, что может случиться, это ты остался один. Вот что-то, ну вот не договорились вы, не приняты твои ценности в твоем окружении, ты остался один. Ты понял, что ты с ними больше не хочешь, ты с ними не дружишь. Ты остался один. В этот момент очень больно. В этот момент капец как тяжело. В этот момент очень неприятно, грустно, обидно. И да, это так. Но потом наступает свет. Он появляется в конце туннеля. И появляется как минимум один человек, с которыми у вас общие ценности. И что происходит дальше? Когда двое встретились, они начинают размножать те ценности, на основе которых они сошлись. Если ты остаешься с людьми, с кем бы ты ни общался, это могут быть у вас общие ценности, либо не общие. Представь, что встретились два-две сплетницы. Они одна сплетню, вторую сплетню разошлись, и у каждой уже по две сплетни. Они пошли дальше рассказывать. Они встретили таких же. И вот количество вот этих сплетен, оно разрослось. Встретились два высокодуховных человека. Они продумали стратегии какие-то развития. Они пообщались с какие-то высокодуховные темы. Они разошлись. Ну вот, да, сегодня пообщались и пошли каждый в свою сторону. Что они начали сеять? Они пошли размножать вот эту свою светлую информацию, светлое состояние. Они пошли делать мир лучше. Даже не специально. Как и сплетники не думают, что они делают что-то плохое, так и люди, которым интересное развитие, они не специально, не ради выгоды какой-то делают. Просто идёт размножение вот таких вот энергий. Размножение, почему-то у меня слово такое сейчас пришло. В тот момент, когда у тебя появляется страх кого-то потерять, обрати внимание, что в этот момент тобой движет именно страх. И как же с ним бороться? А секрет прост. С ним не надо бороться. Его нужно просто признать. В тот момент, когда ты понимаешь, когда ты осознаёшь и признаёшь, что тобой двигал страх, он утрачивает свою силу. Происходит волшебство. Всё. Этот страх тобой больше не управляет. И дальше ты начинаешь действовать на основе своих искренних желаний. Это видео я записываю для того, чтобы вы следовали за своими внутренними ощущениями, за своими внутренними ценностями, которые у вас есть. Не бойтесь остаться один. Да, это больно. Да, неприятно. И я не хочу никого подталкивать к каким-то разногласиям и разрывам. Я хочу, чтобы вы объединялись, наоборот, с теми, с кем вам по пути. И не мучали ни себя, ни других людей, с которыми у вас ценности разные. На этом я видео буду заканчивать. Я вам желаю только искренне от души принятых решений. Будьте счастливы, будьте искренни. Если видео для вас было полезным, поставьте, пожалуйста, лайк. Если у вас есть свои жизненные истории, на эту тему, поделитесь ими в комментарии. И также, если у вас возникают какие-то вопросы, мысли по поводу этого видео, не стесняйтесь задавать их в комментарии. Я с удовольствием отвечу. И, возможно, в следующем видео отвечу именно на ваш вопрос. На связи с вами была Ольга Барабанова. Желаю вам прекрасного дня и только искреннего окружения, с которыми вам по пути.